Здравствуйте! Сегодня покажу вам предметы Каппадемонте и в стиле Каппадемонте из моей коллекции. Парфорная мануфактура Каппадемонте была основана испанским королем Карлом Третьим Бурбоном в 1743 году. Инициатива создания фабрики принадлежит его супруге Марии Амалии Саксонской. Она обладала тонким вкусом. А еще она была внучкой короля Августа Сильного, основателя мейсонской мануфактуры. Фабрику открыли в Неаполе, в Королевском дворце Каппадемонте. Мария Амалия отправила в другие регионы Италии и за границу людей, искавших секретные рецепты изготовления фарфора, а также месторождение Каолина, обладавшего высокой пластичностью и пригодного для запекания при высоких температурах. В результате удалось получить принципиально новый материал, отличавшийся от немецких и китайских аналогов нежной текстуры сырья, прозрачностью и особым теплым оттенком, который проявлялся после обжига. Я не буду сейчас рассказывать всю историю мануфактуры, так как это можно прочитать в Википедии, но хочу сказать, что после всяких исторических событий фабрика закрылась в 1821 году, а во второй четверти 19 века появились небольшие частные предприятия в Италии, которые выпускали продукцию в стиле Каппадемонте. Их мастерство, конечно, не сравнится с мастерами 20 века. Кстати, в 19 веке не только итальянские фарфоровые фабрики подражали Каппадемонте, а также французские и немецкие фарфоровые мануфактуры. Перед вами бюсты Диониса и Минады. Мастерские выполнены в 19 веке в Италии. Дионис в древнегреческой мифологии – бог винограда. Вот и Микеланджело так изобразил его свинком винограда на голове. Скорее всего, мастера вдохновились этой картиной, создавая бюст Диониса. И этой картиной художника 18 века с изображением Минады. Минады – это спутницы и почитательницы Диониса. Давайте рассмотрим подробнее эти бюсты. Очень красиво выполнены лица. Ощущение, что они сейчас оживут. Мастерски прописаны волосы и у нее, и у него. Бюсты немаленькие. Они чуть больше 24 см. 9,5 ячей. Вот так я приблизила лица, чтобы вы смогли получше разглядеть. Такой вот бог винограда. Бог вина, то есть. Наверное, уже подвыпил и на веселье находится. Сейчас покажу клейма. А вот и клейма. Н с короной. Судя по клеймам, это 19 век, Италия, как я уже говорила. Давайте еще разок полюбуемся на них. Я, когда прохожу мимо этой витрины, где они стоят, не перестаю вообще обращать на них внимания. Они у меня в доме находятся, наверное, лет 10 уже как. Но они из моих любимых находок, наверное, на сегодняшний момент. Рассмотрим эту тарелку. Скорее всего, сюжетом похищения собинянок. Мастера вдохновились этой картиной художника Себастьяна Риччи. Вот эта картина сейчас появилась на экране. Тарелка изготовлена фабрикой Каподимонте в конце 18-го, начале 19-го века, из мягкого фарфора. О дате изготовления и месте изготовления свидетельствует клеймо на тарелке. Скоро я вам покажу клеймо. Мы сейчас рассмотрим тарелку поподробнее. Мои исследования относительно каждого предмета я делаю, используя интернет, книги и описание предметов аукционными домами. Давайте я приближу немного, чтобы вы рассмотрели сюжет, который находится в середине тарелки. Много народу, солдаты пытаются отобрать девушек. По окружности идут вот такие вот медальоны с профилями. Теперь покажу клеймо. Вот это клеймо. Очень интересная такая корона, высокая. И фарфоровая масса, она далека от совершенства. Она сероватая. Наверное, здесь в пропорциях меньше коалина, чем полевого шпата. Здесь пузырики в тесте, вкрапления. Вот еще одна тарелка с этим же сюжетом похищения особенянок. Просто картина большая, и это как бы вот они разделили на куски. Какие-то вот отдельные сюжеты на разных тарелках. Здесь мы тоже видим в медальонах профили, скорее всего, царских особ. Видим народ и римских солдат. На заднем плане изображен город, море. Тарелка очень тяжелая. Выполнена тоже из мягкого фарфора. Сейчас покажу ее оборотную часть и клеймо. Вот такая тоже несуразная большая корона возвышается над буквой Н, как и в предыдущей тарелке. Только здесь масса еще менее совершенная. Посмотрите, сколько черных вкраплений. Масса серого цвета. Хочу показать еще одно блюдо, выполненное в Италии в XIX веке. Скорее всего, фарфористы вдохновились картиной Рафаэля Санти. Картина называется «Встреча льва великого с Атилой». Мы это можем наблюдать, что как и на картине, так и на блюде можно разглядеть летающих ангелов, стреляющих стрелами. А в центре батальная сцена. Мне очень нравятся овальные медальоны, проходящие по окружности блюда. А в них ангелочки. Давайте рассмотрим поподробнее это блюдо. Все очень мелко выполнено. Мелкая, хорошая, красивая работа. Также мы видим ангелочков. Маленьких таких вот пупсиков голеньких, хорошеньких. Причем они все разные. Давайте рассмотрим оборотную сторону блюда. Блюдо немаленькое, но надо сказать, что весит гораздо легче, наверное, в два раза легче, чем каждая тарелка, которую я показывала, предыдущие эти тарелки. Они гораздо меньше, чем это блюдо, но очень тяжелые. Значит, это блюдо выполнено из твердого фарфора уже в 19 веке на одном, наверное, из частных заводов Италии. Давайте рассмотрим клеймо. Мы видим, что фарфоровая масса просто идеальная, белая. Фарфор легкий. И вот такое тоже клеймо неапольское «Энскороны». Это парные кувшины Капподимонте начала 19 века Италия. Сказочные рельефные мифологические существа и херувимы, расписанные вручную. Очень подробно. Яркий цвет с позолоченной отделкой. На корпусе одного из кувшинов изображен Дионис. Пок вина. Удовольствие и праздник. Держащий чашу вина. Его сопровождает отряд сатиров и Менат. Вот этот Пок вина, Дионис, держит в руке чашу. С вином. И вот у них тут такое веселье творится. Панель выше с изображением молодых амуров. Давайте рассмотрим этих амурчиков поподробнее. Под носиком кувшина находится перевернутый купидон, обхвативший его руками. Вот один купидон, вот второй. Еще раз покажу. Вот один и вот второй. Как мне нравятся эти бантики, кстати говоря. Вообще, люблю все, что с бантиками связано. А на противоположной стороне носика находятся бараньи головы. Вот одна, а вот еще одна на втором купшине. Давайте я вот так вот поверну, чтобы вы могли увидеть вот эти бараньи головы. Вот. И вот вторая. Самка и самец сатиры стоят на голове тигра в задней части ручки, сцепив руки над головой птицы и вокруг нее. Сейчас я приближу, и мы это с вами увидим и рассмотрим поподробнее. Вы видите, это женщина с полу, получеловек. То есть у нее вместо ног копытца, а также мужчина, получеловек, называется сатиры. Получеловек, полуживотное, половину животное с копытами. И вот они стоят на голове льва. И обхватывают вот так вот руками обхватывают птицу или курицу, я бы даже сказала курицу. давайте рассмотрим эти кувшинчики поподробнее со всех сторон. очень красивые, хорошая работа, красивая, интересные сюжеты, так они выглядят с оборотной стороны. Давайте я приближу, чтобы мы лучше могли рассмотреть сюжеты. сейчас я заметила, тут еще есть голова сатира и дамская головка, я забыла, как называется, когда голова, а вместо рук крылья у женщины. кстати, тоже этот чертик сатир тоже с крыльями я сейчас смотрю, с крыльями по бокам маленькие эти амурчики резвятся, в общем у них здесь полное веселье происходит. Должна сказать, что кувшинчики очень легенькие, то есть выполнены из тончайшего фарфора высочайшего качества. Сейчас покажу клеймо. Вот такое клеймо. Мы кстати можем видеть, что ваза выполнена из двух частей, вторая часть, части соединены вот этим старинным престаринным болтом, я бы сказала даже ржавым болтом, он поржавел уже за давностью до лет. на сегодня это все предметы, которые я хотела вам показать, но конечно это только малая часть коллекции Каподемонта, имеющаяся у меня дома. У меня в принципе большая коллекция Каподемонта, потому что с этого вообще все начиналось с кружевного фарфора и с Каподемонта. Это вообще моя любовь отдельная Каподемонта. Спасибо, что смотрели. Если у вас будут какие-то вопросы, вы мне можете всегда задать их в комментариях и просто пишите комментарии. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем ролике. До свидания. До встречи.